Можно ли прочитать книгу за один день? Мой ответ – да. Можно ли прочитать книгу за один день? Мой ответ – нет. Модные на просторах уютного ютуба марафоны и челленджи. Читаем книгу за сутки, читаем три книги за три дня, читаем 30 книг в месяц, не имеют ровным счётом. Ничего общего. С чтением как процессом получения удовольствия или получения информации или получения и того, и того одновременно. Обратите внимание, в основном в этих марафонах и челленджах участвуют тупенькие девочки и мальчики, которые читают модные сегодня, напечатанные крупным шрифтом, дешёвые, общераспространённые книги. Итак, можно ли прочитать книгу за один день? Ответ «Да». Я буду говорить о себе. На своём примере, потому что в своём уютном видеодневничке я рассказываю о себе любимом, о своих мыслях, чувствах, соображениях, событиях и прочем. Итак, здесь не зря лежит стопочка книг, о чтении которых я буду сегодня рассказывать. Первый мой ответ на заданный уже не раз вопрос, можно ли прочитать книгу за день, был «Да». Вот эта вот книга, вот она. В этой книге, сейчас скажу, сколько страниц, в этой книге 752 страницы. Эта книга называется «Прибыл с отчётом о проделанной работе». Её автор Камчатский краевед писатель, исследователь рыбной промышленности Сергей Гаврилов. Это биографическая книга, рассказывающая о жизни господина Гаврилова и вышедшая в свет в этом году аккурат к его 60-летию. Так вот, эту книгу вот такой вот толщины, посмотрите, какая толщина этой книги. Эту книгу объёмом 752 страницы я прочёл за один день. Более того, за один день с перерывами, с перерывами на обед, на кофейное питьё, на разные мелкие дела. Да. Я прочёл её за день, потому что мне эта тема интересна, потому что Гаврилов пишет о себе, но не столько и не только о себе, сколько о себе на фоне Камчатки. Ну, понятно, что он затронул и свой предыдущий детский период. До того времени, как он приехал на Камчатку, но дело не в этом основная масса книги посвящена истории Камчатки. Поэтому никаких сложностей, чтобы прочесть семь с половиной сотен страниц за день нету. Также за день я прочёл сразу два вот таких вот сборника, которые недавно подарила мне почётная профессорка Камчатского университета имени Витуса Йонцина Беринга. Эти сборники называются «Смысловое пространство текста». Это одиннадцатые и двенадцатые выпуски. Эт одиннадцатый выпуск вышел в серии «Литературоведческие исследования и журналистика». Двенадцатый выпуск вышел в серии «Литературоведческие исследования». Они покажутся вам тоненькими, но поверьте, это серьёзное чтение. Итак, можно ли прочитать книгу за день? Да, можно. Можно ли прочитать книгу за день? Нет нельзя. Можно ли прочитать книгу за один день? Мой ответ – нет. Вы вправе сказать, ты противоречишь сам себе. Нет, я не противоречу сам себе. Но прежде чем я скажу почему нет, я сейчас сделаю то, что мы все любим – чтение старых газет. Вы знаете что-нибудь про Петропавловскую смертную камеру? Знаете ли вы о газовом крещении? Наверняка не знаете, но сейчас узнаете. Газета «Полярная звезда» 28-й год века минувшего 20-й день мая. В воскресенье 20-го мая сего года в 12 часов дня будет производиться окуривание членов ОСО-Авиахим города, пишет «Полярная звезда». Предварительно перед окуриванием председателем химсекции товарищем Гончаровым будет проведена беседа на тему действия газа на организм и способы противодействия ему. Сбор членов производится по ячейкам. Каждая ячейка организованным порядком приходит к месту окуривания. Окуривание будет производиться в смертной камере при горбольнице. Каждый гражданин, действительно считающий себя членом ОСО-Авиахим, должен принять газовое крещение. Заметка подписана ОКР-советом ОСО-Авиахим. Что такое ОСО-Авиахим? Это общество содействия армии, авиации и химической защиты. Сейчас эта структура называется ДОСААФ Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту. Интересно, изменились ли столь садистские методы работы за минувшие девяносто с лишним лет? А теперь мы возвращаемся к вопросу, можно ли прочитать книгу? Сзади нет, нельзя. Вот эти вот книги я читаю подолгу. Вот это второй узел великой эпопеи Александра Исэевича Солженицына «Красное колесо». Это узел октябрь 16-го. Я уже не первый раз перечитываю эту замечательную эпопею. и читаю я ее понемногу, по нескольку страниц. Да, я умею читать сразу по две, три, четыре книги одновременно. Я перечитываю Солженицына, по возможности вслух читаю сам себе, медленно, с чувством, с толком, с расстановкой, чтобы насладиться не только смыслом, но и стилем. Александр Исаевич был великой русской стилист. И на самом деле, наверное, он величайший русский писатель 20-го века. И вот эту книгу я тоже не смог прочитать за один день, но и не ставил такую целью. Это монография Леонида Фридовича Кациса Владимир Маяковской, рассказывающая о Маяковском. Я уже почти дочитал ее. Осталось совсем немного, буквально несколько страниц, но читаю я ее уже больше двух месяцев. Читаю понемножку, по одной маленькой главке в день, читаю, чтобы потом обдумать и осмыслить сказанное. Кстати, Леонид Фридович в своей монографии высказывает очень интересное и обоснованное мнение, что в качестве Шарикова в повести «Собачье сердце» Михаил Булдаков вывел Владимира Маяковского. Оригинальный взгляд. Взгляд, конечно, очень варварский, но верный. И вы сами можете взять в руки книгу Леонида Кациса Владимира Маяковского и прочитать ее. Итак, можно ли прочитать одну книгу за день? Да, можно. Можно ли прочитать одну книгу за день? Нет, нельзя. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки, если вам нравится время от времени узнавать что-то новенькое от меня. Ежели не нравится, ставьте дизлайки, от меня не угодно. Пожалуйста, пишите комментарии под роликом вон там, вон внизу, я обязательно их прочитаю и, возможно, на какие-то из них отвечу. Ежели вы на моем канале впервые, ежели вам сразу не стало скучно и вы не побежали смотреть телевизор, а желаете возвращаться сюда снова, 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 снова и снова, то сейчас в правом нижнем углу экрана появится подсказка, выполнив рекомендации, которой вы не будете пропускать новые ролики на канале. Вот эта подсказка, делайте то, что она вам велит. Сделали? Кнопочка подписаться из красной стала светло-серой и в ней появились два волшебных слова вы подписаны. Колокольчик вы тоже нажали? Ай, молодцы! Теперь вы не будете пропускать новые выпуски моего видеодневничка. До свидания.